Приветствую вас. Очень жаль, что свой вопрос такой серьезный, такой важный вы задаете, во-первых, в бесплатном сегменте, а во-вторых, даже почти не раскрывается его суть, то есть выдаёте его откровенно на успех, причем даже формулируете проблему в достаточно общем виде, то есть у вас как будто бы нет осознания того, насколько серьезно стоит перед вами задача. Значит, первое, что вы пишете, как побороть себя. Когда-нибудь парни, который бросил беременную, относился ужасно, далее точка, спустя год мы зашлись, но на два месяца. Говорил, что любит, а то да, сейчас выяснилось, что не любит. Ну вот как мне его разлюбить? Знаете, Юлия, вот вы говорите, как побороть себя. Это ваш первый вопрос, и первый вопрос уже неправильно. То есть вы неправильно вставите вопрос, даже. Юлия, вам не нужно себя перебарывать, вам не нужно как-то вот бороться с собой. Вам нужно, вообще-то говоря, понять, чего вы хотите сами для себя. Понять, чего вы хотите, понять, почему вы позволяете мужчине делать с собой такие вещи. То есть я имею ввиду, почему вы позволяете ему сходиться с вами после того, как он бросает вас беременную, если я правильно понял. Что вам движет, когда вы вновь этому человеку доверяете свою жизнь, по сути дела? Что вам движет, когда вы вновь как бы даете ему шанс, второй или какой-то там, не знаю, третий, может быть, или еще какой-то. То есть не важно, что вам движет. Вот с чем нужно разбираться, а не с чем, как его разлюбить. В любви нет ничего плохого, на данном деле. Но у вас почему-то откладывается такая ситуация, что любовь, она вам во вред. И вот очень интересно было бы узнать, почему эта любовь всегда оборачивается вам на вред. И то, что вы говорите, то, что вы пишете, это на самом деле, скорее всего, даже не любовь. Это некая такая потребность ваша, а потребность в мужчине. И, наверное, не сложно догадаться, что вопрос мой, он будет звучать таким образом, что это за потребность. Что это за потребность в мужчине такая, что вы действуете себе во вред, вы унижаетесь, вы прощаете мужчине совершенно непростительные вещи. И, как бы, даете ему еще один шанс, и после этого он вас опять бросает. Непонятно, вот, почему вы так себя ведете. Саша, скорее всего, это вопрос зависимости. Если у вас действительно любовная зависимость от человека, то она, соответственно, всегда чем-то обусловлена. Вот, давайте попробуем хотя бы в общих чертах для начала определить, значит, как эта зависимость проявляется. То есть любая зависимость – это что? Любая зависимость – это потребности. Вот именно, когда вы говорите, как мне себя творить, вы словно говорите о том, как мне подавить свои желания. Это вот, по сути, то, что вы говорите нам. Ну, правда, в том, что ваше желание подавлять не нужно. Ваше желание, они естественные, они нормальные, они правильные, они имеют место быть, они нужны вам. Я даже так скажу, они вам нужны. Желание для человека нормальное. Но почему вы выбирали такой способ, как бы, неправильный для удовлетворения их? Это большой вопрос. И когда вы определите для себя, собственно, какие ваши желания, что вами движет, например, когда вы, вот, даёте мужчине шанс? Почему вы думаете удовлетворять свои потребности только через, вот, этого человека? Почему других потребностей, других способов для удовлетворения своей, своей потребности вы не находите? Вот на эти вопросы нужно отвечать. Условно говоря, не нужно подавлять. Не нужно подавлять свои желания. Это неправильно. Но, ну, удовлетворять их правильно, удовлетворять их верно, удовлетворять их не себе во вред. И ещё, пожалуй, что нужно, это защищать свои интересы. Это грамотно защищать свои интересы. Не действовать себе во вред. Ну, а вы пока, к сожалению, именно это и делаете. Вы действуете, к сожалению, вот именно себе во вред. Ну, вот, соответственно, с этими моментами и нужно разбираться. И, соответственно, когда и если с этими моментами мы разберёмся, то нам вообще будет понятно. Вы понимаете, будет понятно, как вы относитесь к этому человеку вообще. Разлюбить, то есть заставить себя, изменить чувства к нему. Он и не сможет. Это лучше даже не пытаться сделать. Это бесполезно. А что можно сделать? Можно изменить своё отношение к нему. Можно посмотреть на него без того уровня мотивации быть с ним, какая у вас есть сейчас. Чтобы снизить мотивацию, нужно, вот как раз таки и, собственно, отделить любовь к человеку и свои собственные желания. Это всё-таки вещи разные. Вот ваши собственные желания, я думаю, они составляют внушительную часть того, что двигает вами, когда вы ведёте такие вот разрушительные совершенно для себя отношения. Ну, вот, собственно, собственно, вот это вам всё и нужно для себя решить. Решить, понять, увидеть, осознать, изменить отношения. И либо вы делаете это всё как-то самостоятельно, это занимает больше времени, это отнимает больше сил, либо вы работаете со специалистом, с психологом, которого выбираете хотя бы на нашем ресурсе. И, собственно, решаете вопрос, те же вопросы решаете, только гораздо быстрее. Вот. Решать вам, я думаю, на этом всё. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы дополнительные у вас остались, пишите в личку, помогу вам. Значит, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Надеюсь, вы примете верное решение. Желаю вам всего самого доброго и удачи. 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 Редактор субтитров